Амар – студент-медик в Одессу. Он приехал из Киева. Срочно искал квартиру для себя и жены. В интернете нашел подходящий вариант. Говорит, привлекли хорошее состояние жилья и приемлемая цена. В офисе парню показали фото и сказали, сначала нужно заплатить, а только потом можно будет посмотреть квартиру. А если жилье не устраивает, деньги возвращают. Я там платил 5500, мне сказали, что это за первый месяц. Там в офис. И мне сказали, можно ехать и получать ключи где-то в 8 вечера. И они закрываются в 8 тоже в офисе. Я поехал туда, на Бонина 28. Там никакая квартира нет, вообще хозяйка нет. Не звонили хозяйке, она не отвечает. Парень потребовал свои деньги назад, но в агентстве ему сказали прийти через неделю. Амар сразу же обратился в полицию. Но это не дало результатов. Выяснилось, агентство работает легально и к нему никаких претензий. В свою очередь юристы говорят, большинство таких фирм даже не зарегистрированы. Я советую сразу обращаться в органы полиции, писать заявление об уголовном правонарушении, писать о том, что в отношении вас совершены мошеннические действия, ну и требовать привлечь их к уголовной ответственности. У нас нет никакого закона, регулирующего риэлторскую деятельность. Предлагали принимать, есть законопроекты по этому поводу, но дальше законопроекты дело не пошло. По словам экспертов, в Одессе таких фирм десятки. Некоторые работают всего пару дней и исчезают. Другие на рынке недвижимости годами. Как правило, они обманывают студентов, женщин и молодые пары. Остальным в услугах отказывают. Реальные риэлторы говорят, чаще всего люди попадаются на крючок аферистов из-за того, что хотят хорошую квартиру за небольшие деньги. В первую очередь зайдите в поисковик, не поленитесь, пробейте этот номер телефона, за кем он числится. Обязательно люди, которые обожглись, напишут комментарии, что это мошенник. Обязательно, если вы перевели деньги, держите контакт до последнего момента заезда в квартиру. Если вам говорят, оплатите полностью всю сумму проживания, но вы еще не видели квартиру, уже вы должны насторожиться. Средняя цена однокомнатной квартиры в Одессе – 4000 гривен. Однако все зависит от района города и состояния жилья. Эксперты советуют, обращаться нужно только в проверенные агентства и всегда учитывая соотношение цены и качества. Наталья Усатенко, Оксана Сетинская, Андрей Терещенко. Первый городской.